Когда будет референдум, что спасет ОСМС и почему банкирам придется не сладко? Откровенно о проблемах и о том, как их решать, президент рассказал в послании народу. Подробности далее. В студии главных новостей Алибек Рызабаев. Здравствуйте. Сегодня президент Косможемар Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. Главный месседж – справедливый Казахстан, законный порядок, экономический рост, общественный оптимизм. Глава государства четко обозначил, чего ожидает от правительства и Акимов. И анонсировал изменения, которые произойдут в сферах здравоохранения и социальной поддержки населения. Чего ждать казахстанцам? Ренат Абдулкаюмов расскажет. Сегодня более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Причем, по мере необходимости, исходя из интересов уязвимых категорий граждан, эти траты растут. Тут все хорошо, за исключением одного. Следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю правительству с начала следующего года внедрить механизм социального кошелька. Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан. Говоря о соцподдержке, президент напомнил, что в стране введены спецвыплаты для работающих во вредных условиях труда. А еще у нас действует проект «Национальный фонд детям». В этом году 300 миллиардов тенге были распределены между счетами 7 миллионов детей. Появление ОСМС в нашей стране вдохнуло в сферу здравоохранения новую жизнь. Поступили финансы, которые пошли на пользу и частной медицине тоже. Только в этом году в систему направлено 3 триллиона 300 миллиардов бюджетных тенге. Однако в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификации. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государственные услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема. Надо сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Еще одна проблема сферы – дефицит квалифицированных кадров. Для ее решения планируется улучшить качество медобразования. Также будут внедрены дифференцированные размеры грантов. Кроме здравоохранения, нехватка специалистов есть и в других сферах. Речь идет о водниках, строителях, энергетиках и не только. Намечается реформа профессионального образования. Это важно для роста экономики. Объявляю 2025 год годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма. Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Это полностью согласуется с нашим принципом – ответственный гражданин, честный труд, заслуженный успех. Поэтому, чтобы повысить престиж рабочих профессий, в систему государственных наград будут включены почетные звания для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отрасли, а также ученых и изобретателей. Это станет хорошей мотивацией для всех профессионалов повысить авторитет человека труда. Огромную роль в укреплении кадрового потенциала страны играет среднее образование. По проекту «Комфортная школа» до конца следующего года в стране появится 217 современных учебных заведений. Во время послания президент дал поручение правительству и Акиматам в течение трех лет реконструировать 1300 школ, которые нуждаются в капитальном ремонте. Помимо этого, Касымжумар Тукаев высказался о дальнейшем повышении квалификации и социального статуса педагогов. Особое внимание будет уделено и набору в педагогические вузы. Количество бельгийцев, которые выбирают педагогическую специальность, увеличилось в разы. Сейчас педагоги идут мотивированные, очень сильные, хорошо спевающие ребята. Соответственно, они уже заканчивают вуз, приходят в наши школы, это будет менять наше образование очень сильно, в лучшую сторону. Немало изменений грядет и в сфере транспорта и логистики. Для развития туризма за счет фонда развития промышленности будут приобретены воздушные суда малой авиации. Президент поручил развивать аэрохабы. Важнейшая задача развития аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч тонн авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов. В железнодорожной отрасли будут пересмотрены тарифы. Это нужно для содержания путей в надлежащем состоянии, а также для их расширения. Что касается ремонта автодорог, то президент поручил масштабировать программу среднего ремонта с 2,5 до не менее 10 тысяч километров. Ринат Абдулкаюмов, Рустама Бельдинов, Мирбек Абдрахман, Астана, Первый канал, Евразия. Общий национальный референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане пройдет 6 октября этого года. Об этом в послании народу заявил Касымжимар Тукаев. По словам президента, страна остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действует около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера. В свою очередь депутаты всецело поддерживают идею проведения референдума по строительству АЭС и отмечают, что это очень важный шаг для обеспечения энергетической безопасности страны. Я сам работал на местах. Мы не можем себе привлечь инвесторов. Любой инвестор, чтобы получить электроэнергию, спрашивает, построить завод – это минимум 5-10 мегаваттов. В южных странах, в южных регионах нашей страны мы не можем этим обеспечить. С этим никто не может построить заводы. Мы должны стать энергетически безопасной, энергетически независимой страной. Это очень важный шаг. Это для будущего. Это на самом деле для моих современников. Когда-то я хотела учиться на физико-ядерщика. Я за атомную станцию. Я не боюсь. Сегодня глава государства подчеркнул, что предстоящий референдум, как широкий общенациональный диалог, станет примером реализации концепции слышащего государства. Главная цель, которую сейчас ставит государство – повысить уровень доходов граждан. Для этого нужно развивать экономику страны и повышать нашу с вами финансовую грамотность. Как это будут делать в материале Дарьи Казак. Особое внимание в своем послании президент уделил изменениям в банковском секторе. По мнению Касымжумарта Тукаева, Казахстану необходим новый закон о банках. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику. Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банком. Закон, принятый по банкам, уже ему более 30 лет нужно его менять. Не для того, чтобы банки меньше зарабатывали, а для того, чтобы они просто платили адекватные налоги. Что касается налоговой политики, то здесь президент подчеркнул, что перезагрузить в существующую систему призван новый налоговый кодекс. Крайне важно упростить его, сделать понятным для всех экономически активных казахстанцев. Назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога. Следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании. Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае повышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности. То есть весь банковский счет блокироваться не будет. Актуальной задачей, по словам президента, стало и повышение эффективности налоговых льгот. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. В связи с этим глава государства поручил перенести принятие нового кодекса на следующий год, чтобы подготовить его на качественном уровне. Было опасение, что мы, поскольку должны принять его до конца года, что там будут какие-то прорехи или ошибки могли быть допущены. В этом смысле президент очень здраво подошел. Мы, по сути, меняем всю экологию, экосистему, архитектуру нашего финансово-налогового законодательства. Естественно, это начинается с законов, а потом уже будем реализовывать в этой жизни наши через программы и так далее. Касынжо Мартокаев также подчеркнул, что особенно важным сегодня становится знание основ экономики и финансов и поручил правительству внедрить в школах и вузах программы по основам финансовой грамотности и цифровой гигиены. Это, по мнению президента, поможет защитить казахстанцев от разного рода схем мошенников. Дарья Казак, Мирбек Абдрахман, Астана, Первый канал Евразия. Учитывать все поручения президента. Такую задачу поставил перед депутатским корпусом спикер Мажелиса Ирлан Кушанов. На заседании бюро народные избранники обсудили, как будут работать над новыми кодексами, налоговым и бюджетным, которые сейчас на рассмотрении палаты, поскольку этим законом отведена ключевая роль в реформах главы государства. Каждое послание – это новый импульс к развитию Казахстана. С момента своего вступления в должность президента Касымжомарт Кемелевич начал масштабные стратегические реформы в стране. И сегодняшнее послание является закономерным продолжением этих реформ. Таким образом, системно реализуется стратегия главы государства по всестороннему реформированию экономики, политики и идеологии. Очевидно, что сегодняшнее послание является конкретным ответом на самые насущные проблемы, волнующие общество. Также депутаты возьмут на контроль разработку закона о банках, вопрос эффективного использования средств нацфонда и рациональность бюджетных трат. Почти для 4 миллионов учащихся начался новый учебный год в Казахстане. Первый школьный звонок в этом году прозвенел для 352 тысяч первоклашек. В Министерстве просвещения сообщили, что из 3 миллионов 900 тысяч учащихся 70% выбрали получать образование на государственном языке. В этом учебном году в стране открылись 70 новых школ почти на 90 тысяч ученических мест, в том числе и в рамках национального проекта «Комфортная школа». Кроме того, в 280 школах был начат капитальный ремонт и к 1 сентября в более чем 200 из них работы полностью завершены. Также в этом году мы продолжим обеспечивать бесплатным горячим питанием учащихся с первого по четвертой класса. Количество детей, которые будут получать бесплатное горячее питание в этом году, выросло на 100 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. И составило 1 миллион 700 тысяч детей. Что касается образовательной программы, в этом году появился новый предмет. Уроки безопасности. Они направлены на борьбу с буллингом. В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, как и во многих других вузах страны, учебный год начался с просмотра послания президента. Что студентам и преподавателям показалось наиболее интересным, знает Алия Амирбек. Послание президента отразится на жизни каждого. Ведь глава государства ежегодно представляет народу стратегию, по которой страна будет развиваться в течение следующих 12 месяцев. Поэтому сегодня тысячи казахстанцев сидели у экранов телевизоров, чтобы послушать программное выступление Касымжу Марта Токаева. Аграрный сектор будут переводить от субсидирования к доступному для бизнесменов кредитованию. Аграрии и предприниматели должны будут нести именно социальную ответственность за те регионы, районы, в которых они работают и ведут свой бизнес. Это означает, что это даст мощный толчок развитию аграрного сектора, а также развитию самих районов, поселков и сел. О востребованных в новых реалиях специальностях задумались вузы и учащийся выпускных классов. Касымжу Марта Токаев отметил, что улучшен инвестиционный климат в приоритетных сферах, а значит уже сейчас требуются специалисты в нефти, газа, угле, химии, энергетике и машиностроении. Обращать на себя внимание то, что глава поднимает вопросы совершенствования новых креативных отраслей промышленности. Но, скажем, видите, по развитию города Алатауну, это необходимость применения таких технологий в области машиностроения, автомобилестроения, которые должны вывести наше государство все-таки на конкурентную способность в этой области. Казахстанцы, желающие открыть или расширить бизнес, услышали поддержку президента. Касымжу Марта Токаев отметил, что, по мнению международных экспертов, казахстанские банки являются одними из самых прибыльных в мире. Между тем, они уделяют недостаточное внимание кредитованию отечественного предпринимательства. Закон о банках также предлагается. Прежний закон о банках 30 лет. Более 30 лет ему. Сейчас, в первую очередь, банки, говорит президент, должны ориентироваться на малый и средний бизнес. Наши банки сейчас более ориентированы на потребительские, мелкие потребительские кредиты. Но в будущем банки должны ориентироваться на малый бизнес. Президент затронул все важнейшие сферы и наболевшие проблемы. И каждый казахстанец услышал в послании что-то для себя. Алия Мирбек, Даулет Кушеев, Первый канал Евразия. Продолжим. В городе Есик открылась новая современная школа, которую построили меценаты. Она оснащена по последнему слову техники. Стоимость проекта превысила 8 миллиардов тенге. Наш корреспондент Жанар Канафина побывала на ее открытии и расскажет, как прошел день знаний в новом учебном заведении. 1 сентября за парту в новой школе, которая будет носить имя Алихана Букиханова, сядет и первоклассница Каусар. Ей, в отличие от братьев и сестер, учившихся в трехсменных школах, очень повезло. А уж как рада ее мама. От имени всех населений, детей, я вот говорю спасибо, хочу сказать. Кабинеты такие прям уютные. И прям зайдешь в школу, охота учиться снова, вот видите. Строительство двух комфортных школ в городе Есек и поселке Щелек началось весной 2023 года в ответ на дефицит учебных заведений в регионе. Проект профинансировал Форте-банк, входящий в группу компаний «Верный капитал» при поддержке фонда Булата Утимуратова, который придает огромное значение поддержке образовательных и других социальных программ. Первая подобная школа была построена ранее в городе Коше от Молинской области. И вот еще две школы открыли свои двери в этом году. Мы с радостью решили поддержать данный запрос Акимата Алматинской области, когда они обратились и сказали, что в области, в частности в Исеке, дети обучаются в три смены. Мы решили вот поддержать. Поэтому сегодня вы видите как раз таки, насколько качественно реализовался данный проект, и дети смогут с завтрашнего дня обучаться в школе. Школы, вы видите, комфортные, школы удобные. То есть здесь по максимуму были созданы все условия для учеников, для того, чтобы они могли качественно обучаться и качественно отдыхать. Здание выполнено в современном архитектурном стиле и оснащено системой контроля доступа с Face ID. Созданы комфортные условия для обучения, просторные классы, зоны для отдыха и внеклассных мероприятий, а также современные лаборатории и спортивные залы. На прилегающей территории есть большое поле для командных игр и арт-объекты. Жанар Канафина, Айдын Калов, Алматинская область, Первый канал, Евразия. Активно внедрять информационные технологии будут практически во всех сферах. А те разработки станут частью администрирования налогов, кредитования агропромышленного комплекса, улучшения качества услуг здравоохранения, образования и строительства. В частности, все ремонты и возведения новых дорог, вне зависимости от того, трасса это или переулок в селе, можно будет отслеживать на специальном портале. Это отраслевые такие точки, которые необходимо на сегодняшний день усиливать, для того, чтобы процессы, которые сегодня происходят, они были более прозрачными. Сфера здравоохранения и образования, то есть там, где идет учет подушевого финансирования, его необходимо обеспечить более, сделать более прозрачным, соответственно, там тоже вопросы цифровизации были затронуты. А в платформу электронного правительства внедрят технологии искусственного интеллекта. Более того, в столице в следующем году откроют национальный центр искусственного интеллекта, заниматься в котором смогут не только исследователи и предприниматели, но даже студенты и школьники. Казахстан всегда будет оставаться мирным государством со своей многовекторной и миролюбивой политикой. Эксперты высказались о послании президента, а именно о блоке, который он посвятил внешней политике. Мы никогда не будем принимать чью-то сторону в геополитической борьбе. Я думаю, что это очень важный момент. Именно такая политика Казахстана, приоритет международного права нашей внешней политики, будет служить тому, что Казахстан будет оставаться стабильным, мирным государством, который ставит во главу угла развитие. Сам Токаев в послании народу заявил, что Казахстан убедительно демонстрирует приверженность широкому многостороннему сотрудничеству в строгом соответствии с уставом ООН. Мы поддерживаем усилия ООН, а также выступаем за урегулирование вооруженных конфликтов дипломатическими средствами. И о новостях в мире. Аэропорт Тель-Авива закрыт из-за всеобщей забастовки в стране. Сотни тысяч граждан вышли на улицы с требованием остановить войну в секторе газа. Массовые демонстрации начались после того, как солдаты Цахал обнаружили в подземном тоннеле на территории сражения шесть тел своих сограждан. Они были заложниками у Хамас. На обвинение израильских властей в произволе со стороны палестинцев боевики ответили, что казней не было. Люди погибли в результате атаки. Сейчас в Анклаве должна действовать гуманитарная пауза, на которую согласились израильтяне. В Газии началась кампания по вакцинации детей от полимелита. По данным ООН, на месте работают 200 команд медперсонала. Через процедуру должна пройти более 600 тысяч несовершеннолетних. О других событиях в мире расскажем в нашем традиционном международном обзоре. Колоссальные убытки в туристическом секторе может претерпеть Греция. На днях в порту Волоса одного из городов страны в прибрежных водах всплыла мертвая рыба. Сутки из моря извлекают по 40 тонн погибших особей и сжигают. Местные жалуются на невыносимый запах. Ученые обеспокоены, так как происходящее далеко не лучшим образом может повлиять на экологию. Они же заявляют, причина в прошлогоднем наводнении, из-за которого рыб смыло в небольшое озеро. Этим летом из-за жары водоем высох и пресноводные, спасаясь, мигрировали в море, где и погибли. Объем торговли в порту упал на 80%. На набережной закрылись все точки общепита. Африканцы остались один на один со своей бедой. Запланированную вакцинацию от ОСП обезьян задерживают. Ни одна из стран материка, где зарегистрирована вспышка нового вируса, не получила лекарств. Напомню, 30 августа глава Всемирной организации здравоохранения сказал, что в течение нескольких дней препараты доставят. Но этого не произошло. Отмечу, Испания пообещала предоставить 500 тысяч доз, Франция и Германия по 100 тысяч. Америка должна была помочь с поставкой 50 тысяч вакцин. Тем временем там же в Африке, а конкретнее в Намибии, планируют убить более 80 слонов, а также свыше 700 голов других животных. Власти страны решили пойти на такой шаг ради спасения граждан, которые страдают от голода и засухи. По данным ООН, в прошлом месяце государство израсходовало более 80% продовольствия. Отстрел проведут в национальных парках и территориях, где, по мнению чиновников, численность животных превышает необходимые для них объемы пастбища и запасы воды. Ученые отметили, для беспокойства нет повода. В заповедной зоне свыше 200 тысяч слонов. Япония остается во власти самого мощного за всю историю страны тайфуна. Шаньшань – это уже десятый с начала года ураган в Японии. Шаньшань не только оставил без света более четверти миллиона человек. Тайфун также спровоцировал разрушительные ополосни. Из-за сильнейших ливней реки вышли из своих берегов. Майя Шуакбаева о стихийном бедстве в стране восходящего солнца. Тысячи пассажиров заблокированы на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Японии. Сильнейший за всю историю страны тайфун Шаньшань вызвал транспортный коллапс. Отменено более 600 только внутренних рейсов. Нам сообщили, что придется вернуть билеты и забронировать другой рейс. Поэтому мы были очень расстроены и не знали, что делать. Остались еще на день в Японии. А потом в новостях сообщили, что наш рейс из Тайваня не смог приземлиться и вернуться назад. Теперь мы ищем пути, чтобы вернуться домой. Япония объявила чрезвычайную ситуацию еще в прошлую среду. Рекордная сила ветра тайфуна Шаньшань достигала 70 метров в секунду. Власти рекомендовали на время бесчинства стихии эвакуироваться 2,5 миллионам человек. Из-за сильных дождей реки, протекающие через Токио, вышли из своих берегов. Город частично затоплен, дороги закрыты. Но самое страшное – оползни. В результате одного из них в потоке грязи и воды пропала целая семья. Шесть человек погибли, более 125 получили ранения. Один человек числится без вести пропавшим. Четверть миллиона домов в префектуре Кагасима остались без электроэнергии. Это было ужасно. Когда я вышел вынести мусор около 8 часов утра, увидел, что река вышла из берегов настолько, что вся эта местность оказалась затоплена. Больше всех пострадал от тайфуня остров Кюсю. В частности, прибрежный город Миядзаки. Шаншайм повредил и сорвал крыши с 700 здешних домов. Повалил деревья, затопил дороги. 87-летний житель города Масаюки Семидзу никогда не забудет прошедшую ночь. Это дом моего сына. Мы отремонтировали его всего 10 дней назад. Потратили несколько миллионов иен. А теперь все разрушено. Дожди пока не прекращаются, обрушая с неба в сутки до 600 миллиметров осадков. Метеорологическая служба Японии предполагает, что тайфун постепенно переместится на восток. Стихия понемногу ослабевает и теперь квалифицируется как тропический шторм. Напомню, предыдущий тайфун Ампил бушевал в Японии в начале августа. К событиям в нашей стране. Специальная комиссия расследует причины гибели пяти человек в шахте Восточного Казахстана. 31 августа на Иртышском руднике при пересменке были обнаружены тела четырех человек. Двое из них работники шахты, где добывают медно-цинковую руду. Двое сотрудники подрядной организации. По предварительной версии они отравились газом. Вчера уже на другой шахте Артемьевской опять произошел несчастный случай. Скончался еще один рабочий, проходчик. Местные власти обещали оказать семьям погибших необходимую помощь. Полицейские возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек. Обе шахты принадлежат компании Каз Минералс. Другим темам. Петропавловские начали восстанавливать дамбы, которые весной размыла стихия. Больше всего пострадало заграждение в микрорайоне Подгора. На дамбе по улице Ущева, которая функционировала больше 60 лет, в первую очередь устранят пропускающие водоучастки. А затем спроектируют сооружение по новым показателям. Для первоначальных восстановительных работ из областного резерва выделили 42 миллиона тенге. На следующем этапе сумму планируют увеличить вдвое. Специалисты уже заготавливают инертный материал. Планируется заготовить 25 тысяч кубов белой глины. Инертный материал прошел лабораторную экспертизу. Как только вся глина будет подвезена, работы начнутся. Также заключен договор с подрядчиком. Как только ПСД будет изготовлено, начнется реконструкция дамбы Ущева. Аналогичные работы ведутся и в микрорайоне Кожевина на дамбе, и в поселке Заречный. В этих микрорайонах сооружение укрепят и расширят частично. Заграждения пока только приведут в рабочее состояние, а уже в следующем году при выделении средств из резерва правительства дамбы полностью реконструируют. Тем временем медведя караулят полицейские чиновники Восточного Казахстана. Косолапый вышел к людям и напугал жителей Серебрянска. Некоторые горожане видели его у местного вокзала. Один из водителей наткнулся на медведя прямо на трассе. Он успел запечатлеть его на камеру. На место выехали страж порядка, сотрудники Акимата и оперативный отряд лесного и охотничьего хозяйства. Все три подразделения теперь дежурят круглосуточно, а также оповещают местных жителей, особенно грибников, как вести себя при встрече с медведем. Убедительная просьба. Без крайней необходимости не выходить в ночное время на окраины города. Слабо освещенные и малолюдные места. По словам дежурных, больше следов пребывания медведя они не находили. Это главные новости мы продолжаем. В Министерстве туризма и спорта новый руководитель Ербол Морзобосынов. Его кандидатуру согласовали депутаты Мажелиса и указ подписал президент. До назначения Ербол Морзобосынов возглавлял комитет по делам спорта и физической культуры. Имеет профильное образование, работал тренером, преподавал в школе высшего спортивного мастерства. В разное время руководил спортклубом Ассоциацией Хазак-Куресе и Академией физической культуры и спорта. Госорганам следует больше внимания уделять анализу обращений граждан. За последние пять лет после внедрения концепции слышащего государства изменилась структура взаимодействия между властными структурами и обществом. Президент сегодня напомнил, что одним из успешных примеров стало внедрение прямой выбранности Акимов. После этого корпус глав регионов, избранных народом, в значительной степени обновился. Это очередной важный шаг в деле трансформации политической системы. Политические реформы – это не разовая кампания. Если это требуется для развития государства, реформы будут проводиться постоянно. Президент также напомнил, что налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в регионах повысили самостоятельность Акимов. Однако отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерачительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты. В целях поиска источников покрытия дефицита бюджета правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы. По словам президента, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нужно быть добросовестными и объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки. Мы видим, как общественную инициативу порой перехватывают безответственные, экзальтированные популисты, не обладающие глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам. Это не имеет ничего общего с демократией. В целом, повышение компетенции госслужащих на повестке дня. Агентству по делам госслужбы и правительству следует обеспечить автоматизацию кадровых вопросов организаций, финансируемых из государственного бюджета. Кроме того, президент отметил, чтобы раскрыть промышленный потенциал страны, необходимо осваивать высокие переделы. Важно максимально использовать отечественное сырье. В рамках диверсификации экономики в Саране было запущено производство автомобильных шин и бытовой техники, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт надо применить и в других городах, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Среди актуальных задач развития нефтегазово-химической отрасли, обеспечения газом населения и быстрое строительство газоперерабатывающих предприятий. Колоссальные приписки выявили в сельском хозяйстве. Специальная комиссия, проверявшая обоснованность выданных субсидий, обнаружила 2 миллиона голов крупного и 3 миллиона голов мелкого рогатого скота, которые существовали только на бумаге. Это, по сути, приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а те, кто этим занимается или занимался, привлечь к ответственности. Приписки. Никто никогда не говорил о приписках сельским хозяйствам. Представляете, в шоке. 2 миллиона там приписали крупные работники, 3 миллиона приписали. Это же ужас. Это же как надо было обманывать государство, да? Это, я считаю, шок для всего населения сельского. Такие фальсификации, как отметил президент, мешают оценить реальную картину и перейти от субсидирования к эффективному кредитованию фермеров под низкие проценты. Помимо этого выявили 2000 незаконных решений Акиматов по предоставлению сельхозземель. Тут двусмысленности быть не должно. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству. Причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. Также глава государства поручил при оценке эффективности работы обращать внимание, вкладывает ли собственник земель в село, создает ли рабочие места, живет ли сам тут. Теми, кто только пользуется землей, но не заботится о ней, займется прокуратура. Продолжим. Волонтеры помогли навести порядок ветеранам войны и труда. Пенсионеры мы одиноким пожилым в их дворах. В рамках акции «Таза Казахстана» коактивисты вычистили мусор, убрали территорию и сорняки, стригли газоны и траву. С начала года мы оказали помощь около 100 семьям. Среди них 80 – это ветераны. Акция продлится до конца года. Желаю здоровья молодым. Вы делаете благое дело. И дальше работаете на процветание аула. Спасибо вам большое. Президент Касамжимар Токаев отметил, что благодаря акции «Таза Казахстан» в стране укореняется новая культура и общественная этика. Можно сказать, что это и есть подлинный патриотизм и забота о родине. Посредством таких дел формируется новое качество нашей нации. Это не временная акция. Данный важный проект должен продолжаться круглый год, поскольку, откровенно говоря, некоторые безответственные граждане по-прежнему загрязняют природу, улицы. За такие действия эти люди должны отвечать по закону. Вопросы улучшения экологической ситуации вошли в число основных задач, озвученных в послании. Бизнес должен с большой ответственностью подходить к защите природы. Тогда и казахстанцы будут под защитой от влияния негативных экологических факторов. Важно сохранять и уникальную флору и фауну нашей страны. Государство предпримет необходимые меры для защиты лесов и степей от пожаров. Казахстан завоевал свою первую серебряную медаль на Паралимпийских играх во Франции. Ее принес Еркенгабасов, выступавший в прошедшие выходные в соревнованиях по пулевой стрельбе из винтовки. В финале наш спортсмен состязался с представителями Южной Кореи, однако всего лишь на два очка уступил. Его визави установил паралимпийский рекорд. Когда я выступал в самом начале, я чувствовал, что буду соперничать с Паком Джин Хо. Он мировой рекордсмен. До победы не хватило совсем чуть-чуть, но я буду готовиться дальше, стремиться превзойти себя. Выражаю благодарность всем, кто поддерживал меня и продолжает это делать. Спасибо моему родному аулу Караузек, всем родственникам и Министерству туризма и спорта. Казахстанцы на паралимпиаде борются за медали в девяти видах спорта. Сегодня прошел матч, в котором наши волейболисты бились с атлетами из Египта, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. До скорых встреч на Первом канале Евразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин